Правительство утвердило концепцию по развитию производства и использованию электрического автомобильного транспорта в России на период до 2030 года. 40-страничный документ предполагает создание целой отрасли. Реализовывать планы будут в два этапа. С 2021 по 2024 и с 2025 по 2030 годы. И целевые показатели повергают в шок. Скажем, уже к концу первого этапа в России будет 9400 зарядных станций, из них почти 3000 быстрых. А производить планируют 25 тысяч электромобилей в год. На втором же этапе, к 2030 году, электромобили должны занять 10% рынка. Наладится производство ячеек для литиево-ионных тяговых батарей, зарядные станции размножатся до 72 тысяч, из них 28 тысяч быстрых. Откуда всё это возьмётся? Не считая троллейбусов и трамваев, в России сейчас делают только электробусы. Примерно 300 штук в год силами ГАЗа, КАМАЗа и Волгобаса. Плюс несерийные прототипы. Например, в Нижнем Новгороде в опытной эксплуатации выпущены электрические ГАЗели ИНН в виде микроавтобусов и фургонов. Легковые электрички не производятся вообще, и в концепции прямо упомянуты только два проекта. Это КАМА-1, разработанная питерским политехом по заказу КАМАЗа, и частная Тольяттинская Зетта. Но больше верится в локализацию на калининградском автоторе электрических Хёнда и Киа в 2023 году. В конце концов, выход модели IONIQ 5 в России уже официально подтверждён, а Киа и V6 привозили в ознакомительных целях. Но теперь понятно, чего ждали корейцы. И государство, кажется, откликнулось. Тем временем мировой дефицит микрочипов спровоцировал коллапс в российской системе «Эра ГЛОНАСС». Евразийская экономическая комиссия временно, вплоть до 31 декабря, освободила автопроизводителей от обязанности устанавливать «Эры». Дооснастить автомобили устройствами нужно до 30 июня 2022 года. А делать это предполагается путём обычных сервисных компаний. Производители отзовут ранее выпущенные автомобили, в ПТС которых будет внесена специальная отметка. Напомним, что аварийные комплексы, которые в случае ДТП автоматически посылают сигналы оперативным службам, стали обязательными для всех автомобилей, которые выпускаются на территории Евразийского Союза с 2017 года. По данным оператора системы «Эра ГЛОНАСС», сейчас в ней зарегистрировано 7 миллионов 700 тысяч автомобилей. И каждый день добавляется 5000 новых. А всего с момента запуска «Эры» в промышленную эксплуатацию в январе 2015 года операторы приняли 13 миллионов обращений. Реальная же помощь на дороге понадобилась более 140 тысяч раз.